Владельцев бородатых агам в Петрозаводске можно пересчитать по пальцам. Один из них – Артём Хмелёв. Почти три года назад, когда возникло желание завести необычного питомца, вариантов в городе не нашлось. За самцом по имени Рузи пришлось ехать в Санкт-Петербург. Через полтора года Артём купил самку и назвал её Милом. Тогда и решил заняться разведением. С ними проблем никаких нет. Главное – создать все условия по содержанию и соблюдать определённые правила. В природе эти ящерицы живут в австралийских полупустынях. Потому в террариуме обязательно должны быть лампы греющая и ультрафиолетовая. Световой день для этих животных должен составлять от 12 до 14 часов. Милого у меня ест абсолютно всё, что я ей даю. Вроде только по фруктам и тараканам. Маленькие, ну практически всё подряд едят. Пищевые предпочтения у агам зависят от возраста. Молодые едят несколько раз в день, в основном тараканов и сверчков. Со временем становятся вегетарианцами. Взрослая ящерица предпочитает яблоки, виноград, бананы и тыквы. Обязательным ритуалом для агамы является купание. Желательно до двух раз в неделю. Купаться они не любят. Но это облегчает предстоящие леньки. Агамы очень активные, наблюдательные, любопытные. Запоминают хозяев, сами просятся на руки. Дают рассмотреть себя и полюбоваться. У молодых особей пятна и полосы на спине и боках образуют правильные геометрические узоры. Цвет чешуи может меняться в зависимости от температуры и состояния животного. Смотрят по ушам, по ушным раковинам. Допустим, они оранжевые. И вот он самый-самый яркий цвет приобретает. Именно вот такой, как уши. Это когда он доволен или вот мил увидит. Сейчас свидание для Руди и Милы – редкость. Три месяца назад у них появились новые малыши, которые ищут хозяев. Сегодня возлюбленным все же ненадолго разрешили побыть рядом. А мы понаблюдали за интересным брачным танцем. Виктория Швецова, Борис Касьянов, Служба новостей.